Когда придет время завершить карьеру, хочу, чтобы обо мне помнили, как об одном из величайших в истории бокса. Хочу, чтобы очевидцы рассказывали обо мне своим детям и внукам. Хочу, чтобы мое имя пережило меня самого. Что я вижу впереди? Вижу миллионы долларов. Я еще очень далек от того, на что рассчитываю, очень далек от своей конечной цели. Но я благодарен тому, где я нахожусь здесь и сейчас. Дэвин Хэйни – новая звезда американского и мирового бокса. Ему всего лишь 21 год, и он уже успел наделать много шума. Его имя все чаще упоминается в среде фанатов и экспертов бокса. Бойца называют новым Флойдом Эвезером из-за очень похожего стиля ведения своих поединков. Добро пожаловать снова на канал «На связи». Не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии и подписываться на мой канал, если это видео вам интересно. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего видео, а также подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм. Оставайтесь со мной, ведь сейчас мы посмотрим на несколько интереснейших моментов в карьере одного из самых ярких представителей мира бокса – Дэвина Хэйни. С момента дебюта Дэвина Хэйни на профессиональном ринге прошло целых 5 лет. В то время юному американцу было всего лишь 16. В первом же поединке он победил нокаутом в первом раунде. С того времени он провел 24 боя, одержал 24 победы. 15 раз он делал это досрочно. С 2018 года он сильно повысил уровень оппозиции. Победил таких боксеров, как… Масон Минард. Хуан Карлос Бургас. Ксоли Саннин Донгени. А затем встретился с крепким мексиканским средняком Антонио Мораном. Мэриленд, США, 2019 год. Дэвин Хэйни против Антонио Морано. Бой состоялся 25 мая прошлого года. Это был главный поединок вечера на арене МГМ Нэшнелл Харбор, что находится в штате Мэриленд, США. В том поединке разыгрывалось три малопрестижных титула интернационального чемпиона WBA, WBO и WBC. Дэви начал бой в свойственной себе манере вторым номером. Морана никак не мог попасть по юному американцу, а тот в свою очередь регулярно контратаковал, молниеносно прошивая защиту на 10 лет старшего противника. Пустя несколько раундов Хэйни понял, что можно идти в атаку на отчаявшегося противника. И он успешно это сделал. Сперва в пятом раунде Морана был отправлен в нокдаун, но сумел подняться. А затем в седьмом, после точного встречного удара справа, он снова рухнул на настил и подняться уже не смог. То поражение стало первым и единственным досрочным в карьере мексиканца, а Проспект после этого получил право биться в отборочном поединке за титул WBC. Нью-Йорк, США, 2019 год. Дэвин Хэйни против Заура Абдулаева. 13 сентября 2019 года на ринге культовой для бокса арены Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке состоялся бой Хэйни против россиянина Заура Абдулаева. Сначала предполагалось, что этот бой будет иметь статус отборочного за право встретиться с чемпионом WBC украинцем Василием Ломаченко. Но позже Всемирный боксерский совет решил разыграть в этой схватке пояс временного чемпиона. Бой начался из атак Абдулаева. Тот неспешно пресигновал американца, пытаясь попасть по нему своими бесхитростными ударами. Хэйни же легко разгадывал действия противника и отвечал точным джебом. Со временем фаворит подключил удары по корпусу и апперкоты. Разница в мастерстве боксеров была заметна невооруженным взглядом, и преимущество боксера из США росло от раунда к раунду. После четвертого Заур решил, что ему достаточно, и прекратил сопротивление. Он отказался от продолжения боя, сославшись на травму. Таким образом, Дэвин Хэйни стал обладателем временного титула. Уже чуть более через месяц WBC примет решение объявить Ломаченко франчайзеновым чемпионом, а Хэйни отдать полноценный пояс чемпиона мира. Для дебютной защиты пояса промоутер восходящей звезды бокса подыскал не самого сильного противника – Доминиканца Альфредо Сантьяго. В пятом раунде Сантьяго побывал в нокдауне, но сумел подняться и дотянуть до спасительного финального гонга. Несмотря на то, что молодой чемпион со второго раунда боксировал с травмой плеча, он на голову превзошел оппонента во всех раундах, победив единогласным решением судей со счетом 120-107. После этого боя Всемирный боксерский совет объявил, что Хэйни должен провести обязательную защиту против экшемпиона весом ниже Хавера Фортуны. Но организация поединка так и не началась. Из-за травмы плеча, полученного в поединке с Сантьяго, Дэвин не смог драться и был переведен в статус чемпиона в отпуске. Фортуна же должен подраться за титул с хорошо знакомым нам Люком Кэмпбеллом, а Хэйни, когда поправится, сможет сразу требовать бой с победителем их противостояния. Но есть сомнения, что он так сделает. Хэйни большой легковес. Он дерется в этой весовой категории с момента дебюта в 16 лет. Чем далее, тем ему тяжелее делать лимит, который в этой весовой категории составляет 61,2 килограмма. Более чем логичен будет переход американца в лимит первого полусреднего веса до 63,5. Туда же со временем должны перейти его противники, которых он регулярно вызывает на бой. Речь идет о Теофиме Лопесе и Райане Гарсее, кстати, видео о которых я делал на этом канале. Кому интересно, ссылки будут в описании под видео. И вряд ли мы с вами увидим его против Василия Ломаченко, так как украинец имеет другие планы и хочет, наоборот, спускаться во второй полулегкий вес. Не выйдет на бой с Хэйни и Дживронта Дэвис, так как просто кошмарно не подходят ему стилистические, и Флойд Мэйвезер не позволит опозориться его звездочке. Кроме того, в первом полусреднем дивизионе мы можем увидеть бои Хэйни с такими грозными оппонентами, как победитель суперсерии Джош Тейлор, унифицированный чемпион Хосе Рамирес, а также владельцы поясов в четырех весовых категориях Майке Гарсия, Эдриана Броунера и чемпиона в трех дивизионах Хорхе Ринареса. Кроме того, через несколько лет Хэйни может вполне перейти и в полусредний вес, а там можно сразиться с Терренсом Хроуфордом, Эрелом Спенсом, Дэнни Гарсией и многими другими. Дэвин Хэйни – величайший талант, восхождение которого мы сейчас наблюдаем. Он прекрасно двигается, быстрый, гибкий, с хорошей реакцией и прекрасным чувством дистанции. У него богатый ударный арсенал, прекрасно пользуется джебом, часто использует апперкоты. Через несколько лет он будет огромной звездой Pay-Per-View. В последних своих боях он уже зарабатывал по миллиону долларов. Его переход из завоевания титула в других дивизионах удвоит или даже утроит эту сумму. А его потенциальный бой с Райаном Гарсией может быть масштабнее, чем встреча Мэйвезера и Пакьяо. На этой ноте, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии об услышанном и подписывайтесь на мой канал. А также не забывайте поделиться этим видео в соцсетях, ведь это помогает в развитии моего контента. Спасибо вам большое еще раз, что посмотрели. Увидимся в следующих видео. Берегите себя. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok